Всем привет от Бабы Маши. Мальчики, девочки, я перед вами просто преклоняюсь. Я вчера утром открыла новый канал. Контента нет! 800 подписчиков! Спасибо вам, что вы меня поддерживаете. Без вас бы у меня руки наверняка бы опустились. Итак, мы начинаем заново. Я не буду убирать пока старый канал. Посмотрим, что с ним будет. Я прочитала все ваши комментарии под последним роликом. Спасибо вам большое. Я хочу сделать заявление. Я, Баба Маша, отдаю всем желающим свои копирайты на мои 170 роликов на том канале. Хотите, сохраняйте, архивируйте, ставьте на любые носители. Единственная просьба, не надо голос мой менять на тот, который кому-то хотелось бы слышать. Я, конечно, не претендую на славу глубоко уважаемого мною мистера Фримена и моей любимой Масяни. Но вы же не будете менять голос господина Фримена или Масяни, чтобы услышать, какой он на самом деле. Вопрос, буду ли я заново заливать канал в Телеграф, да, я буду. В той последовательности, как они были поставлены на предыдущем канале. Да, скоро. Бабушка продолжает бороться за свои права. Я написала апелляцию Ютубу. Я вас буду держать в курсе, что происходит. Однако, хочу перейти к нашей новой интригующей теме. Бабушка талдычит и талдычит, что марихуана это хорошо, хорошо, хорошо. Она лечит то, пятое, десятое, двадцатое. И вопрос, который у многих из вас возникает, что же за волшебная трава, почему она все лечит? Согласна. Я сейчас вам с научных позиций расскажу, почему, что на данный момент об этом известно. Прежде всего, хочу сказать, что бабушка сама экземпляр, подтверждающий положительные действия марихуаны. Я вам дам примерный расчет. Я курю около 25 лет. За год мы с музыкантом выкуриваем примерно килограмм травы, плюс-минус. Значит, за 25 лет бабушка скурила 14-15 килограмм травы. Употребляя это практически ежедневно, с перерывами там и сям. И какой результат? Я абсолютно здоровая бабка. У меня нет аптечки, я не хожу к врачам. Что это вдруг, а почему? Какие у бабушки были болезни на тот момент, когда бабулька встретилась с психоделиками? У меня была очень серьезная аллергия с 26 лет. У меня было около 4 анафилактических шоков. Что это такое? Это когда морда лица опухает. Анафилактический шок – это экстремальная реакция тела на какой-либо аллерген. И она при недостатке помощи может закончиться печально и плачевно. Однако на данный момент, несколько последних лет, я заявляю, что я не выпила ни одной антигистаминной таблетки. Ранее это была ежедневная процедура. Это 3-4 таблетки в день. У меня живут несколько кошек, приходящих и уходящих. Я могу спокойно валяться вместе со своей собакой в гамаке. Раньше я не могла зайти в дом, там, где живут кошки. У меня начиналось слезотечение и приступ астмы. Это мой опыт. И за этим опытом стоят кое-какие научные данные, которыми я хочу с вами поделиться. Мое личное мнение, что медицина должна преподаваться в средней школе. Не для того, чтобы заниматься самолечением, а для того, чтобы избежать последствий принятия ненужных химикатов, которые прописываются нам кое-какими докторами. Сюда включаются лекарства и профилактические меры, такие как вакцины, кальций и витамины. И прочие БАДы. Поскольку медицина связана со смертью, и как бы мы все преклоняемся перед врачами, как говорится, врач это второй после Бога. И это кажется очень запутанным и трудным к пониманию делом. Однако, для того, чтобы не доводить себя до болезни, вам не нужно головой об стену биться 12 лет в медицинском институте. Если вы сумели подписаться на Бабушкин канал, это значит, вы можете быть сам для себя доктор. Я не буду вас учить, как удалить самому себе аппендицит или гланды, если вы один на острове. Я согласна, что медицина на данное время достигла больших высот при экстренной помощи. Однако, предотвращение болезни, но не лечение, это с каждым днем все больше и больше затирается. По причине миллиардных прибылей фармакологических корпораций, которые в массовом порядке производят тонны, тонны ненужных вам таблеток, и впихивают вам это в горло насильно за бабки через докторов, которые получают деньги от фармацевтических компаний. Статистика такова. Например, в Соединенных Штатах ежегодно умирает плюс-минус полмиллиона человек от прописанных лекарств причины на первых местах аналгетики, седативные антидепрессанты, химиотерапия, туберкулезные лекарства. Поэтому, чтобы не подцепиться на этот крючок, давайте мы будем рассматривать, как это можно избежать. Я сейчас вам расскажу, как медицина вашего брата дурит. Начали они с того, что разделили все болезни по органам. Они притворили, что они думают, что вдруг раз орган и заболел сам по себе. И ничего этому не предшествует, поэтому болезнь называется по имени органа. Вот смотрите, вы пришли к доктору и говорите, доктор, у меня болит ухо. Он говорит, ооо, у вас отит. Откуда он знает? Потому что ему в мединституте сказали, что ухо на греческом это отос. Приставка ит обозначает воспаление отит. Медицинская терминология основана на греческих и латинских словах, и латинских префиксах и суффиксах. Это не основано на каких-то тайных знаниях о функциональности нашего тела. Если бы вы пришли бы к Ваське в гараж и сказали, Васька, у меня болит ухо, он бы вам сказал, ой, да у тебя ухит, давай выпьем. И Васька бы был прав. То же самое ухо, ит приставка ухит. Дальше. Кожа дерма, воспаление кожи, ага, дерматит. Горло на греческом ларинг, болезнь ларингит. В переводе на русский горлит. Вена флеба, болезнь флебит. Голова по-гречески цефала, болезнь энцефалит. Загипроход прокто, болезнь проктит. В самом деле это жапит. Даже специализация врачей уже о чем-то нам говорит. Она тоже разделена по органам. Окулист от слова окулюс. Класс. Гинеколог от слова гениталии. Проктолог. То же самое, что и жаполог. То есть это название органа и приставка олок. Теперь, каждая болезнь состоит из описания симптомов больного органа. То есть вы приходите к другому человеку, показываете ему конкретно на беспокоющий орган. Он называет этот орган на греческом. И говорит, о, я вам дам таблетку от боли. Мама, инцидент закончен. То есть как бы картина ясна. Вдруг внезапно вас что-то поразило в ухо, как правило говорят инфекция, и испорченное ухо заболело. На самом же теле больное ухо это симптом гораздо более глубинного процесса. Тело нам говорит что-то не так, обрати внимание. И если мы не обращаем, оно дает в ухо, чтобы мы проснулись. И я уже повторяю много раз одно и то же, что если нарушается одна из основных черепах, на которых мы стоим, еда, сон, физнагрузка и спокойствие в мозгах. Наше тело компенсирует, компенсирует, а потом раз и в ухо. Что в этом случае делает наша медицина? Она лечит симптоматически. Болит ухо, это значит болит ухо. Антибиотики обезболивающие. Симптомы убираются, болезнь остается. Следующий удар, который даст тело, будет под зад. Уже не в ухо, и это будет гораздо серьезнее. И поскольку нам говорится, что большинство болезней микробной идеологии происхождения, то лечение практически у нас одно и то же. Обезболивающие антибиотики. Ну ладно, шутки в сторону, перейдем к нашей теме. Ну а сейчас мы ныряем в галлюцинацию нашей собственной реальности и посмотрим, что там делается. Я предлагаю вам представить свой сгусток и подумать, а сколько же клеточек в моем сгустке? Ну вот, кто-то там неторопливо их пересчитал и дает нам данные 37.2 триллиона. Ну тут пару триллионов туда-сюда даже не влияет на наше рассуждение, кстати. Мы остановимся на этой цифре и представим. И представим, что наша клетка выглядит, например, как волосяной шарик. Шарик, покрытый ковром. К примеру, на самом деле она так не выглядит. И на конце каждой ворсинки волоска находится рецептор. Пусть на нашей картинке он выглядит как маленький замочек. И для каждого замочка существует свой собственный ключик. То есть они не все под одну гребенку. И сидят эти замочки, открыв рты, и ждут, когда придет их ключик. Откуда берутся ключики? Ключики вырабатываются нашим собственным организмом. По потребности. Ключик вырабатывается, плывет к замочку, вставляется, поворачивается, запускается определенная функция нашего тела. То, что мы знаем на данное время, на этой основе работают гормоны, нейромедиаторы и так далее. Например, инсулин вырабатывается в нашем теле. Это ключик, и у нас есть инсулиновые рецепторы. Этот рецептор, замок, можно открыть только инсулином. Его нельзя открыть эстрогеном, тестостероном или другими веществами. Только инсулином. Итак, поворот каждого ключика в системе сгустка приводит к действию механизма, поддерживающего наше выживание в этой реальности. Вы представили? Я имею ввиду картину. Представили 37 триллионов клеток, и на каждой тысячи и тысячи рецепторов. Такое количество индивидуальных рецепторов, которые мы даже еще не в состоянии пересчитать. Почему? Потому что рецептор мы не видим. Никто еще не видел рецептора. Все эти картинки с ганглиями, дендридами и прочей фигней, луговицы соприкасающихся друг с другом, и оттуда вырываются молнии. Это все полная порнография. Это просто схема для облегчения понимания ситуации. Так что мы имеем 37 миллионов клеток, помноженные на неопределенное бесконечное количество рецепторов. Но даже для нашей обычной галлюцинации приблизительные цифры тоже хороши. Итак, возникает вопрос. Кто же дирижер этого такого важного и ответственного процесса выживания? В подвиходе мы нашли для этого процесса слово гомеостаз. Опять обращаемся к древним грекам. Гоме – подобный исходный, стаз – неподвижный. Гомеостаз по-другому – это процесс саморегуляции. Процесс динамической адаптации к изменению внешних условий. Понимаете? Это сохранение постоянства открытой системы. Это постоянное поддержание внутреннего состояния посредством координации различных функций. У нас есть определенный пульс, сахар крови, давление и так далее. И это поддерживается гомеостазом. Подошли к главному пункту. В 90-х годах прошлого столетия умные дяди, ученые дяди открыли, что всем этим управляет марихуана. Повторить. В 90-х годах была открыта эндоканабиоидная система, присутствующая в каждом позвоночном на этой планете, включая на сгузках, хуманоидов, высших приматов. Эндо – это внутреннее канабиоид. Мы все знаем, что это такое. Это означает, что наше собственное тело, как и остальные позвоночные, как производит, так и использует внешние поступления канабиоидов для саморегуляции собственного сгустка. Это что, какой-то секрет? Напротив, загуглите сами. Есть научное доказательство, блокировка канабиоидных рецепторов приводит к печальным результатам. Различные химикаты могут стимулировать эти рецепторы или блокировать эти рецепторы. Все равно, как взять замок и залить его эпоксидным клеем, блокировать рецептор. Ученые нам говорят, что возраст этой системы 600 тысяч лет. Она была создана еще тогда, когда нас не было. Интересно, не есть ли марихуана моя мама, а гриб мой папа? И это из года в год становится все более подозрительнее. Мы открываем. Есть ДМТ, которое запрещено во всех странах мира, и ДМТ содержится во всех живых организмах этой планеты и называется гормоном коммуникации. Запрещено. Канабиоиды, которые содержатся в нашей любимой маривании и всех позвоночных, натурально, запрещены. Что ж такое? Тем не менее, бабушка возвращается к эндо-канабиоидной системе человека. Значит, ребята, те, кто все еще недоволен своей жизнью и думает, что жизнь у нее не такая прекрасная, как бы им хотелось, представьте, что вам лично, персонально надо было бы управлять всеми этими рецепторами. Самому встал с утра и начал управлять, да? Сознательно. Скажу так, мы бы даже стадию шимпанзе не прошли, погибли бы, вымерли от лени. Слава богу, хоть марихуана за нас это делает. Теперь, не шокирует ли нас всех эта новость, что канабиоиды являются важным компонентом нашего существования? Запрещать марихуану и канабиноиды, которые наше тело вырабатывает, это все равно, что объявить нелегальной воду в ваших радиаторах, в вашем доме. Если наше тело наполнено внутри канабиоидами, и снаружи сосуда стоит группа товарищей с палкой в руке и сообщает нам, что снаружи мы, те, кто наполнены канабиоидами, и частично из них также состоим, мы не имеем права вступать в романтические отношения с внешними канабиоидами. То есть теперь, смотрите, по факту, неоспоримому факту, что нам запрещено конкретно наркотик, позвольте, какой именно тот, что наше тело производит в нашем мозге, какая-то часть нашего тела является нариком, нелегальным что ли, значит запрещено фактически получение удовольствия, кайфа. Почему-то слово кайф, удовольствие у нас имеет какую-то грязную окраску, нежелательную, а на самом-то деле это просто радость, все, кто курит, вы знаете, свобода, приятные ощущения внешнего мира, захлопнулись негативные рты, никто не чавкает, все весело, красиво, и каждый кустик завораживает. Это кайф, это что, противно нашему естеству, что ли? Это какая-то сказка о кайфоломах. Я вам еще одну вещь скажу, сейчас у нас в Америке продвигает масло CBD, то, которое не вызывает кайф, так легче, сейчас в начале так легче. CBD сейчас стало объектом маркета и очень дорого. Ребята, те, кто хочет лечиться, используйте целые цветы, это мой совет, потому что на самом деле никто нифига не знает, никто не знает, что конкретно в марихуане лечит. Поэтому не надо CBD выделять, то, что она обладает свойствами. Я читала очень много репортажных, где люди говорят, да, мне советовали CBD, а я просто курил шишки, и все. Бабушка сейчас на микродозах и получает помощь с потустороннего мира. Во сне они со мной общаются. Позавчера сказали, чё ты сидишь, подавай апелляцию? Это по твоей конституции ты имеешь право свободы спича. Ну, записала я им вчера три параграфа. Вот мне во сне пришла такая идея. Если сконцентрироваться на этом концепте, на этом заключении, кайф запрещен. Может быть, это что-то другое? Вообще, слово это кайф мы уберем, возьмем то состояние. Ну, как бы, блаженство тоже не подходит. Нирвана, как его еще можно назвать? Такое состояние покоя и мира, когда все открыто. В башке открылся люк, где по кайфу. Не надо это пытаться переводить в слова. Кто это испытывал, тот это знает. Теперь, я думаю, что этот процесс, когда нам вот так хорошо, это же может быть процесс взаимодействия с чем-то. С чем, с кем, гадать не будем. Мы можем сказать, что под кайфом, под марихуановым кайфом или другого любого растения, о которых я говорю, нам поступает информация и энергетическое взаимодействие с чем-то. Это как тоннель образуется, как подключение к чему-то другому, соединение с чем-то. Может быть, отрицать мы этого не можем. И не странно ли вам то, что какой-то сорняк имеет общую часть тела? Как бы мы ее не называли, канабиоиды и все такое. Мы что, родственники, что ли? Я не буду вам объяснять про рецепторы CB1, CB2. Это можно почитать. Это, я думаю, есть на русском. Это не такой большой секрет. Я сейчас вам поставлю отрывок, что у нас конкретно здесь происходит. У вас практически никто не знает о существовании эндоканабиоидной системы. Спросите любого врача. Он скажет, га-га-га, пейте аспирин или идите в дурдом. У нас ситуация не лучше. Я хочу вам представить доктора Дэвида Аллана. Он хирург-кардиолог и грудной хирург на пенсии. Он один из международных лидеров на данный момент, принимающий участие в изучении влияния канабиоидов на организм человека. Немножко расскажу о докторе Аллане. С 17 лет наш товарищ курил практически каждый день, однако стал врачом, профессором и большим человеком. И когда он ушел на пенсии, он начал изучать канабиоиды в Национальном канабиоидном исследовательском обществе ICRS. Ребята, только сейчас дошло, что я называю канабиноиды канабиоидами. Я не буду вырезать и исправлять, вот как есть. Вы знаете, о чем мы говорим. Меня зовут доктор Аллен, кардиоваскулярный и грудной хирург. И я член ICRS, международного сообщества изучающего канабиоиды. Я считаю себя ученым и следующим марихуаном. Я хочу вас ознакомить с недавней статьей, опубликованной мною с названием «Ни блажен, ни ведущий». О чем эта статья? Я обзвонил 157 всемедицинские университеты в Соединенных Штатах. Я лично разговаривал с каждым директором, заведующим расписанием и наличием предметов обучения. И интересовался, если у них существует отдел, который изучает эндоканабионную систему. Или если вообще этот предмет придается огласке в обучении студентов. Или существует ли хотя бы один организованный курс изучения эндоканабионной системы. Или эндоканабионная система упоминается в одном из любых курсов, предложенных в их программе. Например, такие как физиология, нейроанатомия или фармакология. Представьте себе, только 13% всех школ, всех медицинских университетов в Соединенных Штатах едва-едва упомянули это в других курсах. Ни одного организованного курса, ни в одном медицинском университете, обучающих студентов в медицине. О чем это говорит? Что все студенты, которые закончат медицинские университеты на данное время, практически ничего не будут знать об эндоканабиноидной системе. Ура! Наше тело производит химические вещества, натурально канабиоиды, которые прикрепляются к нашим же рецепторам, нашей ткани, находящейся практически в каждой клетке нашего бренного тела. И это приводит к физиологическим изменениям. И мы только сейчас открыли важность этого. Это практически мастер-система, контролирующая нашу физиологию. Поэтому, если врачи об этом не знают, это уже говорит о том, что они отстали. Мы послали письма с копией этого исследования всем ректорам медицинских учреждений и предложили внедрить изучение эндоканабиноидной системы в курс обучения медицинских студентов. Что нам известно? Нам известно, что канабиоиды пожирают свободные радикалы. Это очень важно, откуда они берутся, эти радикалы. Когда наш организм производит эти свободные радикалы, они голодные и они атакуют наши клетки, наши собственные клетки. Они повреждают клеточные стенки или органы самой клетки. Потому что каждая клетка имеет свои собственные органеллы. Сейчас нам говорят, что свободные радикалы способствуют ускорению старения организма. Я не буду дословно переводить дальше, что он говорит. Я вкратце суммирую, откуда у нас в организме берутся свободные радикалы. Когда мы поглощаем пищу, пища, это все равно, что мы бросаем топливо в печку. Мы ее сжигаем посредством энзимов. В результате этого процесса появляются нестабильные, свободные радикалы. Чтобы стабилизироваться, они натурально ищут к чему бы еще прикрепиться. Где бы найти донора электронов? Донором электронов являются органы наших клеток и клеточная мембрана. Поэтому, присоединяясь к клеточной мембране или митохондриям, они повреждают. Так вот, каннабиоиды пожирают эти свободные радикалы. Исследуя влияние каннабиоидов на свободные радикалы, доктор делает вывод, что ECS, эндоканнабиноидная система, является фонтаном юности. Эндоканнабиноидная система вовлечена в регуляцию многих процессов в нашем теле. Например, когнитивный процесс, беременность, пре- и постнатальное развитие плода, аппетит, боль, настроение. Кстати, если кто-нибудь из вас слышал о раннерс хай, раннерс хай это в результате физической активности тело бегуна начинает вырабатывать повышенное количество каннабиоидов. И они получают натуральный хай, то есть существует натуральный хай после физических упражнений. За счет натуральной выработки каннабиоидов нашим собственным телом. При забеге один из эндоканнабиноидов, анандомин, например, он повышается при физической активности. То есть, если вы достаточно хорошо и долго занимаетесь физически, то вы впадаете в эйфорию. По одной простой причине, что эндоканнабиноидная система активизируется. Кстати, когда мы употребляем марихуану, каннабиноиды это жирорастворимые химические вещества. При попадании в организм мы накапливаем их в тканях, которые богаты жиром, мозг, легкие. И организм постепенно выделяет каннабиоиды в систему кровообращения. Я заметила, я могу уехать куда-то на месяц и не курить. Но после активной физической нагрузки у меня явно образуется хай. Научные разработки доказывают, что каннабиоиды это неотъемлемый компонент мембранного слоя. Кстати, кое-какие эндоканнабиноиды были обнаружены в составе коровьего и человеческого материнского молока. Существуют научные статьи, которые доказывают, что конечный эффект эндоканнабиоидов это контроль передачи обычных нейротрансмиттеров. Существует научный факт, что количество каннабиоидных рецепторов в нашем теле превышает количество всех остальных рецепторов вместе взятых. Ура! Мой собственный научный вывод, изучая всю эту литературу о эндоканнабиоидной системе, такой. На синтез большого количества важных веществ в нашем сгустке мы поедаем прекурсоры. Например, трептомин мы получаем с едой и из него уже продуцируем другие трептомины. Каннабиоиды настолько важны нашему организму, что мы их сами просто производим без всяких прекурсоров. А поскольку в нас оседает очень много мусора, только из-за того, что мы живем в скоплении, каждый сам не может выращивать, поэтому с едой мы потребляем большое количество добавочного мусора к нужным нам элементам, в огромном количестве. Все это подавляет, ослабляет нашу систему и при упадке сил, депрессии, вся наша сила идет на выживание. Тут уже не до каннабиоидов, тут уже мы вырабатываем что покруче. Особенно, я думаю, если у нас атака паники, то каннабиоиды точно не выделяются. В это время у нас выделяется только адреналин и прочее. Поэтому, какой удачный метод для хмурых гномов, чтобы заплакировать наши эндоканнабиноидные системы, это вселить ужас в наш мозг и тело. Ура! Бабушка не привержен к конспирологии, просто все эти факты налицо, если сложить их в правильном порядке. Резюме такое. Потребление каннабиноидов из окружающей среды стимулирует наши человеческие каннабиноидные рецепторы. Это стимулирует нашу саморегуляцию, адаптацию и биологическое выживание в собственной среде. От этого мы процветаем и пролифилируем. Мало каннабиноидов не бывает. Я на этом с вами прощаюсь. Я вас всех очень люблю. Благодарна вам. Кланяюсь в пояс. Баба Маша. Ура! Ура! Благодаря вам. Благодаря вам. Ура! Продолжение следует...